А сейчас? А сейчас я вас не вижу. Вот сейчас только вижу. Ну, а у вас разве нет возможности позвонить с компьютера? Нет, у меня нет, к сожалению, компьютера. У меня только телефон. Ну, может быть, где-то когда-то от кого-то бы как-то. Ну, ладно. Я никому не хожу домой. Ну, ладно. Скажите, когда, откуда вы и кто? Я Наталья из Германии. У вас написано Наталья из Германии номер 2. У нас состоялась беседа 21.05.2016 года. Понятно. У вас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Если уж и у вас говорите. Прошлый раз мы говорили с вами о спасении души моей и как мне быть с детьми и со своим сожителем. За то время после вашего разговора вы сказали, что можно позвонить вам через неделю, через две. На тот момент я уехала в Грецию по поводу документов моей дочери. Потом, когда я приехала, я не знаю, я забыла, видимо, про ваш разговор. И где-то спустя через 10 дней, когда я приехала из Греции, я вспомнила про вас. Я даже не молилась о вас ничего, но потом у меня было побуждение такое, что я начала молиться, я начала опять смотреть, искать. И я говорю, как я так забыла? Потом я начала искать видео свое. Вы сказали, что в Скайпе, что будет беседа моя выставлена в Скайпе. Я не знаю, как я начала открывать, оно само открывается, я нашла там. Потом прослушала весь наш разговор. Конечно, со стороны это совсем другой человек. То есть я знаю себя, и когда я вижу себя в интернете, это два разных человека. После того у меня еще у детей были операции, у них удаляли полипы. И я сейчас беременная в положении, у меня 7 месяцев беременности. Скажите, я хотела вас спросить. Вот из многих ваших видео я поняла, что у вас родители, отец был неверующим. Почти неверующим. Он за стола, за стола молился всегда. Но жизнь его была не христианская. Но все равно они потом венчались. Нет, венчания не было. Не было венчания. Не было. Церкви не было, и они не были из церкви. Не было. Просто родители благословляли иконы, и больше ничего не было. Значит, они после смерти, как их будет Бог судить, если они не были венчаны? А вот как? То есть они как блудники считаются? А вот как, смотрите, это мы читаем апостола Павла, 1 Коринфянам, 7 глава. Мать была верующая. А там говорится, если, допустим, жена неверующая, и она желает быть с тобою. Да, я читала это. Вот когда мать уверовала, она отцу сказала, надо повенчаться, он не захотел. И вот это правило священник применил. То есть он согласен с жителями, и счастья, он не хотел. Ну вот у меня со своим сожителем, я говорила, что он сирийц. Я смотрела у Геннадия Фаста. Он рассказывал, как смотреть на мусульманство с Библии, что говорит об этом Библии. Я поняла весь процесс. И в итоге я пришла, что сирийц и кюрды, это на самом деле, это были язычники. И они, чтобы не... Потому что я знаю уже ихнюю жизнь, я уже очень много видела, как они живут. Когда я была в Греции, я не видела. Но так как они все понаехали сюда, и хочешь, не хочешь, ты уже знакомишься с ними, или на улице дети в школу ходят, и знакомишься с другими семьями. Ты видишь и понимаешь, что это действительно язычники. Когда, если не поклонишься Аллаху и Мухаммаду, то будет казнь, их будет всех резать. Потому что об этом не рассказывал мой муж. И говорит, чтобы их не резали, они не хотели на смерть, они приняли магомедянство. Вот это вот, они считаются медиане. Они принимают и Аллаха, и Мухаммада, но сами они не живут. Они вроде бы как живут мусульмане, они язычники. Вот как язычники есть, они знают истину, но живут они совсем по-другому. Жизненный образ, можно сказать, даже хуже, чем самаряна. Да, да. И я когда услышала из этих ваших видео, у меня с ним как, он любит меня, он видно, что любит меня, он даже слышит Слово Божие. Я ему всё говорю, я приобрела эту Библию. После того, как вы мне сказали, я хотела, вот, это из Патчанова, Синодальной Переводов. Да, да, да. Очень интересно. Вы знаете, я всю жизнь мечтала о такой книге, но я не знала, где её приобрести. Я боялась, что я куплю, а она не будет полной или что-то там не будет. Но так как вы мне сказали пойти в храм и всё-таки попросить спросить, посмотреть там сколько книг, столько всего. А сейчас оно такое новое издание и такое очень простое. Здесь всё написано. Мне даже легче искать в Евангелии, не открывая что-то там смотреть. Вот здесь вот есть, очень легко искать, что нельзя продавать в храмах. Я себе всё обозначаю это. Когда я разговариваю с кем-то из прихожан нашего церкви православных, здесь Ападербонской, в городе, где я живу, я говорю, что вот нельзя продавать. И здесь я когда читала, что даже согрешают те, которые покупают, допустим, свечи, книги, иконы, и те, которые приносят что-то в храм, вот книги что-то приносят, дают что-то в храме, что в храме это всё запрещается. Я видела одно из ваших видео, где вы говорите об уставе церковном. Я бы хотела вот эту вот дощечку, которая у вас есть, вы показывали видео, и я её хотела сфотографировать, но она у меня не получилась. И записывать пыталась, а вы очень так быстро говорите, сколько раз не нажимаю, всё равно у меня не выходит. Если вы могли бы или кто-нибудь сфотографировать эту дощечку и послать мне её через скайп фотографии, можно. Я хотела бы для себя вот иметь вот этот вот устав. И когда мои дети тоже подрастут, и им, и другим родителям, и другим прихожанам церкви, показать, что вот действительно оно есть, что действительно соборы церковные, каноны, Святая Библия, Евангелие об этом говорит, житья святых. Ну, что всё там об этом говорится. И вы знаете, у меня с детства вот именно представление о храме, о литургии, я, конечно, не понимала, что это такое, но у меня было представление, что именно это так, как у вас в общем не происходит, и так, как это в вашем храме. Я даже когда с детства приходила в храм, у меня какой-то страх имелся. Даже я, когда ходила на исповедь, когда нужно подойти к причастию, у меня как, я не знаю, я считала себя, ну, недостойной. Какой-то имела страх подойти к чаше, но я не знала, что вот за многие грехи не нужно подходить. То есть это недостойное причащение, как у вас говорится. Я что-то такое, у меня было предчувствие, и я об этом даже рассуждала, но очень мало информации у священников или даже у монахов. Об этом очень мало информации. Я искала и духовные книги, я не нашла. Только в вашем канале я нашла. И что? Сейчас, я одну минуту. У меня там дети, я только одну минуту. Я сегодня детей своих не отправила в детский сад. Я думала, что дождь, и здесь, в Германии, очень хорошо, что детей можно записывать не как в России, с утра до вечера. Я против этого, против. Я хотела сказать, вот у меня, мой сожитель, он меня любит, он живет со мной. Если я говорю, чтобы, допустим, расстаться, он не хочет расставаться. И он понял, я ему дала понять, что жизнь, ну вот как венчание, что ты живешь не ради детей. Для тебя должна быть на первом месте жена и потом дети. И уважать тоже нужно учить детей, уважать родителей. И сначала нужно, чтобы, вот у меня родители всегда так делали. Сначала отец, мать, потом дети. Или, как вы говорите, вот кушать. Кто кормилец семьи? Мужчина, да? Муж. Значит, ему первому нужно поставить на стол. То есть его первым нужно покормить. Детям сказать, чтобы подождали. Или потом уже все вместе как-то. И он даже венчаться не против. Но Христа он все равно не принимает. И сирийцы, кюрды, они не принимают Христа, что он распят на кресте. А я ему объясняю, что в Писании написано, даже у вас есть мусульмане, они принимают Христа, а вы не принимаете. И я ему объясняю, кто не признает Сына, так как мы жили в Греции, говорится Офиос, то есть сам Бог. Иисус Христос — это Сын Его. Я говорю, кто не принимает Сына, тот не принимает Отца. И если ты не принимаешь Сына, ты не принимаешь Бога. Если ты говоришь, ты веришь, что есть только один Бог, значит, ты должен верить, что у Него есть и Сын. Они не принимают и не понимают. Я хотела вас спросить. Вот вы говорите, что ваш отец, ваши родители, они не венчались. Вот так и у меня. Мой муж, он не против даже, если венчаться. Но вы мне сказали в прошлом видео, что если он не принимает Христа, мы не можем венчаться. И вы мне сказали, чтобы я подошла к священнику и спросила, как он мне ответит. Я пришла к нему и рассказала свою проблему, что мы два блудника, мы сошлись вместе. Я по незнанию, по незнанию, что христианка может с другим, то есть с другой, не точно с другой, я не принимаю мусульманство, но то, что мне нельзя было даже венчаться или какие-то другие совершают таинства церковные. Я не знала, поэтому потом я читала первое послание апостола Павла, первое послание Коринфина. И я поняла, что там очень много говорится, очень много грехов, которые я не знала. Если я не знала и я прочитала, то я уже это знаю, значит, я уже это совершила. Это считается грех. И об этом нужно покаяться. Как мне с ним быть? Всё-таки не венчаться с ним или не венчаться, даже если он захочет. Но он Христа признаёт как спасителя, пришедшего на землю и умершего за него. Нет, нет, пока не признаёт. А наш-то отец признавал всё это. Он всегда за стол и за стола молился и ложась спать молился. Это разница очень большая. Он стоял, отец крестился и молился. Он соблюдал, наш отец, все посты православные. Это с вашим мужем даже равнять не приходится. И наш отец инвалид войны и 10 детей, живых 10, я было 12. И отец кормил. Отец. И не было, чтобы отдельно отец ел где-то. Он садится, отец, и самое лучшее нам подкладывает. С нашим отцом трудно сравниться. Это любящий отец. И как он с матерью, и везде. Только мы должны сказать, когда голод или что-то, нужно в первую очередь лучше оставить мужу. Он кормил, иначе он не будет зарабатывать, и все умрут с голоду. А в обыкновенной обстановке вся семья за столом сидит. Не так, что мужа кормили, а дети стояли бы и хотели поесть. Такого не было у нас ни одного раза. Никогда. Да и не должно этого быть. Мы ели из одной чашки. У нас это не было, чтобы две чашки. Большая чашка, из одной чашки все черпали. Вот я помню. А отец любил перец, а перец это не болгарский, а такой крепкий-крепкий. Ну, прямо... Да, да. Он его положит, но есть нельзя. Отец возьмет поперек чашки ножик положить, длинный нож. Ну, ладно, я отгородился от вас. Дескать, у меня оно будет сжечь, а у вас нет. И мы, правда, хлебаем со своей стороны. Та нож-то вверху висит-то. На крае чашки оперся. Ну, ребятишки. И вот у нас картошка когда была, под жарки. Ну, и русская печь, а в русской печь оно какое-то особое такое. Это не то, что на плите. Со всех сторон одинаковый. Такая она розовенькая картошка, пластиками, да еще бывает с мясом. Свои. Курицы-то были. И внизу, которая присохнет к дёнышку, то отец ложкой соскребает и к нам пододвигает. И называлось «Пригарки». И отец говорит, это еще... Ну, мы совсем маленькие были-то. А вот у Сталина-то, наверное, каждый день пригарки. У Сталина пригарки. Ну, до того нам смешно. Потом-то я когда понял, это у нас считалось верх счастья, что у него пригарки, и сколько хочешь, можно и есть. А я попутно хотел сказать. Вот какое там на доске вы видели написано? Наш устав. Это в рамке. Вы доской назвали рамку, да? Это, мне кажется, или у входа в храм, она такая коричневая, бежевая, большая. Ну, да. Ну, я вам просто так найду ее, перепишу и скину. Вам не в рамке нужно, а в горде, чтобы считать можно было. Я потом себе это самое все перепишу хорошо. Да, вот я сейчас постараюсь найти, где это у нас написано устав. Потому что телефон, он может поломаться, или что-то случится, или интернет, или сайты. Они же все равно, а мне нужно где-то выписывать. Все-таки, как говорится, бумага и ручка, это надежная... Да, конечно. Ну, вот вам я уже ответил. И мой ответ вчерашний и сегодняшний одинаковый. Вот вы говорите, сирийцы, они не верят. Сирийцы, это христианская церковь с древнейших времен. Самые первые обратились, которые были там. А он-то никакой. Он в этой стране жил и не знал. Потом там магометанство стало, ислам пришел, а христианские церкви там были до последнего времени. Вы знаете, я когда ему говорю, он действительно, он все это знает. И истории тоже. И они очень любят. Они говорят, что его мать, они очень хорошо живут с этими сарабами православными. Да. И они даже очень их любят и почитают и русских тоже. Там вот русские, которые приезжают туда, они одеваются тоже, как они. В Коране... С одной стороны... Я бы хотела бы там... В Коране не написано, что христиан резать, убивать, убивать язычников. А на христиан наложить налог. Налог, да. Это в Коране закят называется. Я ему говорю, почему вся Европа, она же раньше была, они все платили налог. А вы, язычники, вас же резали раньше. Потому что... Я у Геннадия Фаста это все слышала, я это с ним, ну, как разговаривала, объясняла. Я спрашивала историю. Он очень много знает. На самом деле, он не хочет просто, видимо, раскрыться. У него такое воспитание с детства, что родители только знают. Чтобы он покушал хорошо, чтобы он умел работать. И, ну, слава Богу, гадости не говорил. Но вот уважает жену, почитает родителей, что нельзя хулить, что нет у него. У них хула у всех. У их семьи шесть детей, пять девочек, и он один мальчик. Как я поняла из его слов, из его сестерства Луф, его отец, он мусульманин. Но вещи, которые он делал, это настоящий крестьянин. Даже настоящий крестьянин православный так не делает. То есть, ну, он всё делал. Он ни за что ни деньги брал. Очень много помогал людям. Семьям особенно. Последний кусок хлеба или масла, у них это самое, есть оливковые плотации. Они это раздают, они не продают. Вот он даёт там деньги, там последние он даст. Он как настоящий христианин поступает. А у моего мужа, у моего сожителя, у него характер, как у его матери. То есть, как у всех язычников. Если они хотят что-то человека, они тебе делают добро, но они и ждут обратно что-то. Они об этом не забывают. И он всегда говорит, если от кого-то что-то хочешь, он всегда даже мне говорит, кто-то приходит нам домой, говорит, там поставь, ну, всегда, чтобы я приготовила, вкусно покушать, хорошо. Приблизить себе человека, это через чрево. Это в Греции очень, и у мусульманов это очень действует. Даже если говорить о религии, лучше с мусульманами, чтобы они покушали, насытные были, потом можно говорить с ними о Боге или о религии, о чём-то. И тогда они понимают истину. А если они голодные или торопятся, они как звери, как волки лютые. И он всегда что-то ждёт. Я говорю, ты всегда забывай, потому что правая рука даёт, а левая должна забыть то, что ты даёшь. Это должно быть тайна, только для тебя и для Бога. А у них всё наоборот. У них, чтобы всех знали. Вот я читала здесь вот «Деяния», «Деяния» я читала, и я не всё читала. Я начала читать и начинаю это всё понимать. Слава Богу, мне даже даётся священное писание без толкования. И когда я читаю толкование, я уже до этого всё это понимаю духовно. Я не то что... Я не собираюсь рассуждать или понимать. Я принимаю, что это Слово Божие, оно написано от апостолов, Духом Святым. Я это просто принимаю. Я смотрела многие видео, там многие люди что-то рассуждаются, что-то пытаются понять. И житья святых очень интересно понимать, что ум и сердце. нужно всё-таки слушать сердце. Я поняла, что я согрешила все заповеди. Какие грехи только есть, наверное, на белом свете, кроме убийства человека. В прямом смысле нет, но переносном — да. Я могу словом... То есть раньше я могла словом духовно убить человека, можно сказать. Вот так. Даже у меня помыслы такие были. У нас бабушка была 8 лет бесноватая, Царство Небесное. Она до такой степени, когда мы приехали, мы были все дети, она как лютый волк. Только с мёртвыми говорила ночью, ходила, свистела, не давала нам спать. Мы ходили в школу. Уже и дедушка, и мой отец действительно хотели её убить. Но у нас в углу стояла икона. Очень древняя икона. И когда посмотрят на эту икону, даже мой отец, хотя он и неверующий, и дедушка как бы верующий, не верующий, вот у него какой-то страх появляется. А так думает, мой отец говорит, вот поставишь подушку, закроешь и всё, и больше не слышно будет. А нельзя. Что? Что? Наверное, мой мальчик проснулся. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, милый. Так, я вот на ваш вопрос ответить тут никак нельзя. Вы сами там только со священником решаете, сможем. Такой вопрос. А, и священник сказал мне, что он говорит из апостола Павла, что муж, даже блудники, они спасаются. Он говорит только вот это, вот как католики, как вы мне сказали. Я это читала, но то, что он говорит, к тому, что читать, нужно ещё прочитать одну-две главы. спереди этой главы и после этой главы там очень интересно написано. То есть знать какое-то предложение это ничего не даёт. Нужно знать больше. Они говорят только одно предложение, что неверующий муж спасается верующей женой, и что неверующая жена спасается неверующим мужем. А как тогда живёшь в блуду, и рождаются дети? Дети рождаются во грехе. Через крещение грехи их все омываются в воде, если правильно крещение. Да? Я так понимаю. Ну тут только так. У него другой-то жены нету? Нету, нету. Ну вот тут он как священник сказал, так и поступайте. Ну он вот так и вот сказал. Но ЗАГСы оформлять или не оформлять? Не могу сказать. Потому что даже если я не хочу, меня всё равно государство заставит, оформлять. У меня все документы, понимаете, мы разные национальности, разные по религии. Но он всё равно говорит здесь, что я православный, что я не мусульман. Он не признаёт мусульманство. Только, знаете, хорошо было бы, может, как-то познакомиться через священие, как к епископу пойти? Вы знаете, у нас нету епископа. Мы относимся, мы только молимся. Он был за 20 лет, говорит наш отец Сергий, только один раз. Когда первые открыли только приход, он один раз приезжал. Епископ Берлинский у нас. Да, Марк. Марк. Да, есть ещё один Феофан или Феофиль. Ну-ну. А вот вы в Греции были, почему там не сходили? Там же больше епископов. Вы знаете, в течение двух с половиной лет я ходила в греческие церкви, но я поняла, что это не... У меня всегда... Я всегда молюсь Господу, всегда говорю, как я... Говорю, Господи, покажи истину, покажи, где правда. Все люди, говорю, лгут, даже священники. Истины нигде не найдёшь, так как у меня не было и Евангелия, и не было, и я и Жития Святых что-то знала, что-то я читала, что-то люди говорили. Но всё-таки Слово Божие, оно всегда живёт в сердце. И даже если ты согрешишь, ты всё равно вспомнишь, даже если кто-то в жизни тебе что-то сказал. Всё равно вспомнишь. Даже вот если дети к вам приезжают в лагерь, и даже они не хотят воспринимать, может, они обижаются, они вырастут? Или вот дети из вашей общины, которые есть, они же вырастают, они уезжают в города. У них всё равно. У вас другой мир, в других городах другой мир. Я уже это сужу по себе. И всё равно, даже если они сильно согрешат, самое главное, чтобы они принесли покаяние, чтобы они осознали, что это действительно они совершили грех, и принести покаяние пред Господом. Но я знаю это стопроцентно и думаю так, что они всё равно, Слово Божие, то, что им говорят отцы, то, что говорите вы, оно будет всегда жить в их сердце. Всегда. Даже если они согрешат, они всегда говорят, да, у них совесть будет мучить, они не смогут долго жить. Жизнь им всё равно приведёт к Богу. Я так считаю. Это знаете, у нас был тот архиепископ, потом он митрополит стал, Гедеон Докукин. Ну, а мы с ним встречались, много беседовали, я говорил обо всём, что делается, призывал к покаянию, благовестию. Ну, он как архиерей-то власть имеет, и не соглашался кое с чем, потому что боялся советской власти. А потом, когда уезжать стал из Новосибирска в Ставрополье, Ставропольский край, и он выступил, как мне передали, будто бы в Тобольске, и говорит, я 13 лет был в Сибири, как архиерей, а тогда одна епархия, это Алтайский край, Новосибирская область, там Керемская, Кемерская, Томская, ну, да, тут очень огромный, Красноярский край сказать. И он говорит, и все вы, священники, лицемеры. У меня, говорит, только один человек был, который мне правду в глаза говорил. Вот и всё. Вы знаете, у меня тоже такое, я когда начала читать Евангелие, Евангелие от Марка, от Матфея, оно у меня, я только там 2-3, то, что помню, а Евангелие от Луки, когда я дошла до Евангелия от Луки, от Евангелия от Иоанна, у меня открылось всё перед собой, вся жизнь, я так рыдала, я читала очень внимательно, как Господа предавали, и у меня сразу внутри голос, я всегда читаю, у меня почти что мрак в комнате, ничего не видно, только маленький свет. И я сама, у меня, он уходит ночью на работу, в ночную смену он подрабатывает. Хорошо. И у меня тихий голос такой говорит, когда я читала, когда я читала, когда предавали Иисуса Христа, что я поняла, что все винят иудеев, иудейский народ, а у меня внутри глаз такой был, сердце говорит, священство, первые священники, то есть по зависти, от зависти, по совету. Да. Я понимаю, потом я читала деяния, потом я слышала толкование, я поняла, что действительно иудеи, так как я это сердцем чувствую, что если будет второе пришествие, всё-таки Господь иудеев, который Он призвал, призванных, Он их спасёт, а те, которые не обратились, то те пойдут в ад. Он будет так их судить. И вы знаете, языческие, так как уже иудеи, язычники, мне кажется, язычникам легче, легче обратиться, чем даже православным. Вот как у нас есть в России, что ты им говоришь. Они слушают, но даже они, если не принимают сразу, но они идут домой и рассуждают. Всё-таки они рассуждают, они слушают. Есть такой рассказ, один такой, я не знаю, он монах или кто был, преподавал музыку. И вот детей приводили, когда он спрашивал, ты что-то умеешь играть? Он говорит, нет, я ничего не умею. Но он говорил, платить 50 левов, это единица, ну, допустим, 50 евро. А другой говорит, а я умею. Я смотрела, я же сказала, оставьте меня, я поговорю по скайпу, потом приду, обывай тапочки, иди, на, посмотрела. Игнатий Лапкин, вот смотрите, это мои дети. Ну, 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 вот они какие, красавцы. Это Александра, это Анна. Это я назвала в честь императрицы Александры. Это в честь Божьей Матери, её родителей, Анны. Но они меня не видят, потом, потом они, когда будут смотреть, смотреть, когда будете ролик, пускай они здесь будут. Они увидят тогда. Я сейчас сам себя покажу. Вот смотрите, вот эта дочка, у меня постоянно с ней проблемы. Она с рождения всю ночь постоянно плачет, ноет, болеет очень часто, ей удаляли полипы, и дети, дети. Сколько лет им? Не три с половиной, а это четыре с половиной. А-а-а. Мама, хочешь мне сделать и так пометь, что пульс? Вот, вот, они там придумали. Ну, ладно, пока время не затрагивать. А почему они в брюках, они в платье? Потому что у нас, да, платье... Вы их не приучаете к мужской одежде? Нет, нет. Я закончу, смотрите. Вот когда говорил ребенок, что он умеет уже играть, он говорит, тебе сто платить надо родителям. А почему? Мне, говорит, половину времени надо разучить, что неправильно, а потом научить заново. Поэтому вы сказали, что люди, которые совсем не верят, и с ними легче разговаривать, чем с православными-то. Православных надо сначала разучить, чему они научены. ложным преданиям, колдовству, то есть всякой пакости. И прямо привести по Евангелию. И когда мы назвали наш сайт православный и библейский сайт, сколько тут было в удивлении, да как так, православный и библейский, это несовместимое. Православное, это предание, традиции, свечи, продажи, купли, разводы, это наше православное. И пьянство, и куриво, и все, что хочешь, это наше православное. А по сути-то православие это чистота, это святость, целомудрие, широта взгляда. Целомудрение, да. Да. Вы знаете, духовно я все понимаю. И вот многих ваших видео я смотрела, мне наоборот нравится, как вы говорите, какой у вас голос, то, что вы как бы кричите, а вас не слышат. Хотя вы не кричите, это просто люди так воспринимают. Либо сатана в них сидит, и они так воспринимают, мне наоборот, вы знаете, за всю жизнь я могу сказать вот истину действительно только от вас. Я ее знала, сердце, она как будто у меня жила, я знала ее, истину эту вот. Вот то, что есть в Писании, даже Ветхий Совет, даже Ветхий Завет, я не знаю почему, но это все у меня есть в сердце, это я все знаю. Но подтвердить, что это действительно правда, то, что действительно вот Святое Писание, что относится она к нам сейчас, и читая Евангелие, я понимаю, что это было и в день Лота, и в день, там Господь Сос Христос говорит это самое, это всегда будет, и до скончания века, допустим, и в поколении Владимира Путина, и Анжела Америки, то есть оно всегда будет жить, А люди ссылаются, что мы люди Нового Завета, мы не Ветхого Завета, а Новый Завет откуда породился? От Ветхого Завета. И когда начинают разговаривать Библия и Евангелие, вообще не хотят слушать. Ничего. Такое ощущение, как будто они не признают. Вот у меня есть вопрос к Вам. Вы сказали, что если я хочу ввести детей к Царству Небесному, то это другой вопрос. Да. Я хотела бы об этом подробнее узнать. Ну, понимаете, есть планка такая, которая на пути у человека стоит, и планку можно поднимать выше до нормы, а можно по слабости своей. Да я не могу поститься, я не могу молиться, я не могу в храм съездить. Но когда человек рвется ко Христу, его ничто не задержит. Я насчитывал жить от святых и могу сказать, что все в нас. Вот. Ты поняла это. Я могу подтвердить Ваши слова. Я читала из Святой Паисии. Он говорит там, что такое вот это вот оправдание. Я только сейчас поняла. Я читала из Библии. Это от Адама и Евы оправдался, когда Бог спросил, почему вот я сказал, чтобы не трогать яблоко, вы взяли яблоко. А Ева что сказала? И Адам оправдался, и Ева оправдалась. Потому что оправдание, это, наверное, самый первый грех, который есть. Вот это оправдание. Я всегда думала, откуда оно у людей постоянно? На все есть оправдание. Это не оправдание? Елена, это самооправдание называется. Самооправдание. Да. Я Наталья. И вот я понимаю, что вот то, что вы говорите, нет, у меня не такое. Я такой человек, у меня такой характер. Если я иду, то я иду. Даже у меня руки, ноги будут поломаны, я все равно буду идти. умом, душой, сердцем, вот как вы говорите, молиться. Детей я заставляю их, чтобы они... Так, подожди, Елена, подожди маленько. Говори. Добрые. Где, в Потеряевке? А сюда, когда приезжаешь? Ну, все нормально, да? Здоровье-то, слава Богу. Ну, а хозяйство твое не уменьшилось там, без тебя? Всера мне написал Никита, что там голубь один, мертвый найден. Узнай, скажи, рассмотрите, что сделалось. А может, сова залетела? Ну, ты увидишь, скажи. И это... Тут звонил мне участковый, Шевченко. Спрашивал телефон Володи, Плотникова. Ну, я сказал Игоря Барабаша, ты к Володе спроси, в какой стадии у них там воров-то поймали? Что с ними? Это два дня назад было. И мне сообщи потом. Мы тут тогда записывали ролики, ты скажи, они свободны, я их все придерживаю, не ставлю пока, потому что непонятно, что там. Вот начальник уголовного розыска приезжал-то по этому делу. Ну, все пока, с Богом. Хорошо. А? Это позвонил в месяц, первый раз. Мой родной брат протеерей, отец Аким. Он ездил, как всегда, ездит в паломническую поездку, там, по Дивеево, да по этим, по святыням. Только что вернулся, потеряю. И позвонил, что я, говорит, дома. Раньше у меня тоже была такая, как возбуждение, ездить по святым местам, а потом я слышала проповедь одного священника, он говорит, Серафим Саровский никуда не ехал, никакой Иерусалим, никакой Александр Свирский, там очень много у нас есть святых, и говорит, потом я читаю Писание, я говорю, Бог есть Дух истины, ему нужно поклоняться везде в Духе истины, и не нужно ехать в Пачаев, в Дивеев, в Иерусалим и плакать об этом, что вот люди едут, а я не могу поехать, у меня нету средств, или даже если хотелось. Бог есть везде. И именно таким людям, которые не ищут и не ездят по святыне, Бог очень, Он очень сильно приближает к себе таких людей. Как говорится, ищите лица моего, псалмы Давидов. Сейчас, подожди, Лена, маленько. Так, минутку. Я выехал. Я читала 40 раз Псалом 90-й. Я читала где-то у святых отцов, что если что-то хочешь попросить у Бога, нужно прочитать 40 раз Псалом 90-й. И это до беседы с вами с первого раза. И случилось так, что через 3 недели, даже через 20 дней, я забеременела. Потом я думала, как мальчика назвать? Муж хочет назвать его в честь отца Захария. А я ему говорю, ты что, считаешь своего отца Богом, что ли? Он что, Бог? Что ты хочешь его в честь его назвать? Я говорю, у нас у православных честь святого. Он говорит, зато у нас есть пророк, вы его почитаете, но ты его не принимаешь, как пророка Захария. Так, а вы скажите, день, в который родится ребенок, и там на каждый день в этот день надо назвать, не по своей прихоти. Да называйте, ну не подряд, которые там Иван, да Марья, там хорошие. Нет, нет, я хотела его назвать, у меня было побуждение такое, у меня прямо на сердце легло в честь пророка Самуила. Самуил имя. И потом, на следующий день, я слышала, что вы, из одного вашего видео, что у вас первый брат, старший брат, его зовут Самуил. Да. И я читала, я искала в Библии, кто такой пророк Самуил, что он сделал, что это, не очень, я чувствую, что в этом имени есть сила. Самуил. Еще когда ты знаешь какие-то иностранные языки, ты можешь по частям разобрать несколько букв, что они означают. Это выпрошенный у Бога называется. Да, да. Так я же просила, я же молилась о Богу. Вот он мне послал мальчика. Я когда пошла к гинекологу, своему врачу, она говорит, как вы думаете, кто у вас будет? Я говорю, мальчик. Она говорит, откуда вы знаете? Я говорю, я говорю, так знаю, я говорю, если что, я верю в Бога, говорю, я молилась, я верю, что Бог дал мне мальчика. Она говорит, да, я говорю, да. И в честь этого мне пришло, я не знаю, я выбирала, я хотела назвать честь апостола и евангелиста Луки. Потом все-таки я решила в честь пророка Самуила. Это если я буду его крестить, то я назову этим именем. А муж не знаю, как он будет, как он захочет. тут вы решаете, как христианка. Вы же не будете его называть какими-то... Нет, я буду его называть, как я его покрестю, я так и говорю. Да. Я говорю, если ты будешь даже называть своим именем, я буду все равно и дети мои тоже будут его так называть. Так нет, это уже вы решите, потому что, ну, христианка своими. Ну ладно, у вас еще вопросы есть какие? Да-да, есть еще. Давай. У вас была беседа с Юлией Долгневой. Да. У нее там отец, ее мужа он священник, священник или кто там. И вы говорили, что у вас на сайте говорили, что есть 20, где-то 20 страниц можно скачать свидетельство о правильном крещении. то есть все каноны, все можно скачать. Вы не могли бы мне сказать или скинуть мне на скайп? О крещении я вам скину, скину. Это в книге Кристину Православия у меня полный материал. Да, я хотела бы как-то это скачать. Все, я вам скину. Вы зайдете на нашем сайте это все. Это мой материал в моей книге. Да, я искала, но это самое. Я вам скину, я сказал. И еще я хотела спросить, вот четкие, вы говорили, что четкие, нужно купить четкие сотку и по ним молиться. Я даже не против, что вот сто поклонов даже, семь раз молиться. Я такой, я заставляю себя, я побуждаю себя. Я заставляю, как я читала «Жития святых», говорит, дух поработит плоть. Вот я себя даже не могу, я все равно заставляю себя. Вот нужно вставать и молиться. Павел говорит, смиряю, порабощаю. Если я не хочу. Тело мое смиряю, порабощаю. Даже если я не хочу, я понимаю, что это бездело. Это необходимо. А иначе сегодня не хочу, завтра не хочу. Да, да. Оно так и порождает с малого до большего. И эти четкие можно купить, с ними можно пользоваться без благословения священника или... Нет, священник ни при чем здесь. Совершенно ни при чем. Вот они. Когда будете смотреть, вы увидите сто. Да, да, я видела. Сто. Вот раз видели, все, я вам показываю. Потом... Геннадий Фаст последний раз благословил и дал четки. в одних из его видео вы привозили ему книги и попросили у него, если у него есть сотка четкие. Вы говорите, вы благословляете? И он вам говорит, благословляй. Я поэтому и спрашиваю. То есть можно и без благословения использоваться. Нет, нет, это, ну, так коснулось сказать, это неплохо. А так, что благословлять? Бог благословил. Вот, допустим... Я так и тоже говорю. Поехать куда-то решила. Тут необходимо подойти, благословиться и проще. А молиться там или вставать утром, да еще какое-то смешно даже. Вот еще у меня есть вопрос. Как во время беременности нужно паститься. У меня очень тяжелая беременность. И первая, вторая, третья. У меня такой токсикоз, что я лежу, можно сказать, полостом, как огурец. И только вырываю, вырываю желудку. Такая желудка желтая, она скапливается. Я сутками могу не есть, пока не упаду. Вот у меня вот такая токсикация сильная. На протяжении четырех месяцев. Ну, вы, видите, живете в городе? Да, я в городе живу. В городе воздух ненормальный. Питание у вас не со своего огорода. Своей коровы нету. Ну, вот такое дело. Ложиться не надо бы. Я не могу точно сказать, но при беременности как. Потому что у вас неправильно работает желудок, когда вы ложитесь. Вы, наоборот, не ложитесь. А сядь на диван или как там на стуле и головой откинься, чтобы подремать там маленько где-то. Пост никогда не нарушай. Не молочное, ничего. Но беременности разрешается. Растительное масло. Растительное масло. в такие дни, когда пост идет. А поста нету, но все разрешается. У нас мама, но я вам говорю, что не два ребенка, а 12. У нас 10 живых. Пять братьев, пять сестер. Видишь, как Господь сделал. И мы никогда никто не нарушали пост. Родители держали это. Нельзя, значит, брат старший где-то нарушал, а мы нет. И даже в мыслях этого не было. Если нельзя, нельзя, значит, нельзя. И мы принимали как данность и с радостью Пасху встречались, что яйца можно будет есть. Мы выросли в религиозной семье. Мать нас сильно крепко держала и учила. Поэтому от таких грехов матерки и женщин Бог нас спас. Страх Божий был на первом месте. У нас тоже матерки. У меня родители никогда не при нас, ни нам не разрешали. Я помню, мама говорила, что мы, так как мои дети иногда начинали кричать, повышать голос, мама говорит, два раза ударила по рту и она нас никогда не обзывала. Никогда. Она дала слово перед Богом, что не будет никогда нас плохим словом называть. И вот у меня я когда выросла, конечно, со временем, когда общаюсь с другими людьми, это как зараза. Заражаешься. Ты понимаешь, что не надо материться и материшься или оно само уже вылазит. Хочешь, не хочешь. Но у нас тоже не было такого. У меня дети тоже... Послушай, Елена, бывает продают арбузы и там много нитратов. Не бери это, ты ребенка отравить можешь. Разное такое, вот которое непонятно откуда привезенное. Надо брать со своего огорода. У вас огорода нету. Нету, Елена. Я здесь, я в немецкие супермаркеты вообще практически не пользуюсь, ничего не покупаю. Я все покупаю. У нас привозят из Турции фрукты привозят, овощи из Турции. Мясо тоже оттуда не привозят. Я готовлю восточную кухню и греческую кухню. Русская практически не питается, потому что здесь и нечем питаться. Здесь, если пойдешь в магазин, ничего натурального нету. Все химия, все, даже йогурт. Я сама варю дома сыр, тоже йогурт сама варю. Яйца стараюсь натуральные. И огурцы, помидоры, если зиму, они не важны, я их вообще не покупаю. Только летом стараюсь, а зелень, вот это все. Да у меня и организм не принимает. Ни у меня, ни у мужа. Ладно, еще вопросы какие? Как постись обеременными, я это знаю. Береги себя, лишний раз не ложись, и что попало, не ешь. Мясное тебе может быть не полезное. Молочное, если нормальные, хорошие продукты. По деньгам разрешено. Скажите, вот о десятине, я хотела бы, чтобы вы мне тоже скинули по скайпу. Вы не работаете, вы не работаете, у вас нет десятина, а муж не отдает, значит, с вас еще и нету. Но все равно, я хотела бы знать, в дальнейшем дети же могут вырасти, мне же нужно тоже работать не сидеть. Если вы работать будете, и работать будете, тогда другой вопрос. Сейчас даже не поминайте про это. Я просто хочу это знать, чтобы в дальнейшем научить этому детей и в дальнейшем сказать Богу, потому что они тоже знают, у них и у мусульманов тоже есть десятина, которые дают в храм. То есть, в месеце. Поэтому я хотела бы для себя свидетельства из Библии или из канонов церковных выписать. Что десятина Богом установлена, это теснее ясного. Я могу это и материал даже скинуть, указать. Я ухожу. Да, вот материал. В месцину православия вы в оглавление зайдете, книга, книга моя, и там все, и о крещении, и о милостыне, и о сне, о посте, о церкви, о священстве, там все есть абсолютно. По оглавлению. Я вообще не принимаю. Я когда-то изучала, смотрела, я поняла, что это все бесовщина. Ну ладно, если ничего нет, то расстаемся. Сейчас, сейчас. До святого обождают молитвы. Это... Мы лета-то четыре месяца были в деревне, поэтому, если бы даже и звонили, то у меня по скайпу ни с кем разговора не было. Я звонила, да, я звонила, а мне сказали, что вы будете после 10 октября. Да, да. Но теперь мы здесь. У меня каждый день сейчас приходят люди. Так, притч... Я хотела бы разнояснить по Писанию, по притче Соломона, 18-16. Я открою Святую Библию. У меня здесь написано, чтобы вас спросить, 18-18. Сейчас я спрошу. Я хотела бы знать, чему она учит. Вот так, тишь. Дух человека переносит его немощи. А поражённый дух, кто может подкрепить его? Это? Да, да. Ну и что? Дух человека, ну, а поражённый дух, то есть поражённый дух, это кто? Люди грешные, которые согрешают и не каются? Нет, вот это может быть поражённый дух, большие переживания у вас. А, большие переживания. Большие переживания. Военная обстановка какая-то, или родственники нападают, и ты начинаешь унывать. Поражённый дух. А, это умнее. Тебя из колеи выбили. Выбили из колеи. Дух, твое духовное состояние, ты всё время в волнении, какие-то потери, умер там ребёнок, и ты, у тебя нет спокойствия. Нету, ты такая взволнованная всё время, и тебя как из колеи выбили. И вот ещё я хотела с вами, это самое, Матфея 10, 32, 33. Давай. Евангелие от Матфея. Здесь говорится и так всякого. Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. И, допустим, я говорю о Христе. О Христе я говорю то, что как написано, откуда написано, какой стих, какая глава. Значит, Господь Иисус Христос в это время Он исповедает Меня пред Отцом. Так я понимаю, да? Ну, отречётся тут разно, можно понимать. Отречётся своей жизнью и другой... Нет, первая, первая, вот эта 32, которая говорится, в 32 стихе. Но считайте. Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным. То есть вы людям говорите о Христе, исповедуете, что вы верите в Него, что Он умер за ваши грехи, что Его кровь пролита на Голговском кресте за каждого из нас. Вы исповедуете. И Господь, и Я Его исповедую. И, значит, Господь Иисус Христос, Он ходатасует пред Отцом Моим Небесным. В этот момент, да? Да. И вот когда... А вот в 33 стихе. А кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того, и Я пред Отцом Моим Небесным. То есть об отречении... То есть скажет, не знаю. Поподробнее. То есть был фальшивый христианин. Я тебя не знаю, Господь скажет. Я никогда не знал вас. Отойдите, проклятый, в огонь вечный. А скажите, вот если кому-то говоришь о Ветхом Завете, о Христе, что было так, чтобы Господь установил какой-то закон. И они говорят, так это было в Ветхом Завете, а мы люди Нового Завета. То есть они тоже отрекаются, да? Ну, смотря что говорят. Процессуальный какой-то там и то, что касалось обрядовой стороны, в Новом Завете этого нет. Но Новый-то Завет весь из Ветхого происходит. Вот Агнец Божий берет на себя грех мира. А что за Агнец? А в Ветхом Завете, знаем, жертву приносили и прочее. Да, я это смотрела. Это очень интересно. А оно все на этом было построено. Вы знаете, все Писание, если не знаешь Ветхого Завета самого начального, ты его не можешь понять до конца. Я даже могу больше сказать. Вот в Израиле, когда он был в рабстве, когда он вышел из рабства, вот вы говорите, апостол Павел говорит, это были нам образы. Это действительно все Писание, это оно нам дает образ, что это было всегда. Было и будет всегда вот это вот нарушение. Но те, которые веруют в Бога, то те спасутся. Веруют, каятся сердцем сокрушенным, то те спасутся. Ну, Дух Святой подсказывает как. Это не просто научение какое-то. Когда ты молишься постоянно и просишь близости быть с Богом, Господь сам полагает тебе мысли. У тебя в душе благословенный свет разливается. Почему? Я и говорю семь раз. Тебе неохота даже, ну, никуда не голову отворачивать. Пройдет немного времени, тебя тянет опять побеседовать с Господом. Вы знаете, я постоянно, я всегда в молитве рассуждаю о Писании. У меня раньше были хульные помыслы. Я не знаю, откуда они. Мой муж говорит, что к нам придет гость, и сразу об этом гость у меня идет хула в уме. Я понимаю, что это что-то не то. Потом я когда прочитала «Житие святых мыслей», откуда они. Пока я разберусь, откуда они, я уже читаю Иисусову молитву. Лучше даже не рассуждать, откуда они. Потому что ты начинаешь разговаривать с кем-то. А я действительно умом начинаю разговаривать с кем-то. То есть совершила помыслом в молитве, мы читаем, когда перед сном. И я хотела сказать вот здесь об отвержении от Бога. Когда говоришь кому-то о десятине, вот сейчас я говорю, вот у нас в храме есть, которая работает, что вы должны платить десятину. что это установленный Богом закон о десятине. Они говорят, да, мы знаем. Но когда им говоришь, они говорят, Наташа, какая десятина, говорит? Мы живем в каком поколении? Мы люди Нового Завета. Какая десятина? Это было для евреев в Ветхом Завете. Я говорю, как? Я говорю, значит, священники, которые установили пожертвование, значит, это закон. Ага, Божий закон не принимайте. Значит, это тоже идет от... Ну ладно, вы с ними много не разговариваете. Просто знайте, что если нету десятины, тогда торговля. Торговля. Вот это запрещенное. И тогда все вот это лезет в церковь. Священники должны жить в достатке, чтобы они заботились о народе, проповедовали. Мы обязаны их обеспечить всем необходимым. Ну что, Наташа, давай простимся. Да, наверное, на этом все. Дети уже ноют, никак не дают мне поговорить, и у меня ум рассыпается. Ну ладно, с Богом. Очень спасибо вам. Я вам сейчас под скайпом скину сейчас материал. Под скайпом. Хорошо. Сейчас напишу, ждите. Спасибо вас, Всех Христос. И вас также. Всю вашу общину и все, кого вы благовествуете, чтобы они услышали истину Божью. Ну а через неделю уйдешь. Кричите, говорите, потому что ваш голос, он даром не проходит. Это, которые так вообще говорят, я... Это, наверное, как в Евангелии пишется. Господь приходит самым грешным. И те, которые видят, они будут не видеть. И те, которые слышат, они будут не слышать. Вот так вот и с народом происходит, оказывается. Я понимаю, что духовное неслышание и духовное невидение. Вот истины. Ничего духовного нет. Ничего. Люди мертвые, можно сказать. Я хотела сказать о крещении. Я спрашивала свою мать. Она говорит, что меня в детстве кресили в Молдавии. У меня было, говорит, погружение трёхкратное. Потому что мне интересно, откуда у меня в Боге живёт, в сердце всё-таки есть Господь. Всё-таки я чувствую, я знаю. У меня совесть мучает. Если я делаю что-то не так, у меня мучает совесть. Я думаю, совесть, значит, это от Бога совесть. Для того же она же это есть. И я понимаю, что это неправильно. Она говорит, что у меня трёхкратное погружение было. Какое выражение у меня есть? Что такое совесть? Я отвечаю, это участок души, через который слышится голос Божий. Да. Я так и это поняла. Я смотрела один православный фильм, и там говорится, что совесть... Священник один говорит про Завелеву, говорит одному грешнику, говорит, а ты попробуй нарисуй совесть. Он художник был. Вы знаете, он долго мучился, он не мог нарисовать совесть. Он нарисовал, только что не нарисовал, а совесть не мог нарисовать. Я говорю, значит, а Бога можешь нарисовать? Ну вот ты видишь образ, нет, не можешь. Значит, совесть это от Бога. Ну всё, Наташа, прощаемся. До свидания. Всё, спасибо Христос. С Богом. Спасибо Христос. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...